ЧП, произошедшее на улице Петрова, горячо обсуждается и на местном уровне. Глава администрации города Чебоксара Алексей Ладыков встретился с жильцами аварийного дома. Причина разрушения, организованный вынос имущества, возможность дальнейшей эксплуатации аварийного дома, поиск временного жилья. Все эти вопросы стали предметом детального обсуждения. Жильцов интересовали в первую очередь причины аварии. Как предварительно считают эксперты, в отдельных квартирах была сделана перепланировка помещений. Возможно, была нарушена гидроизоляция покрытий. Есть и другие версии. Экспертами сделан вывод, что обрушение кирпичной кладки про стенку первого этажа подъезда со стороны фасада произошло из-за крайне низкой марки по прочности раствора на участке обрушения. Швы кирпичной кладки, заполненные раствором, продырявлены до четвертого этажа муравьями. В некоторых местах даже протыкаются пальцами. Ситуации с низкой прочностью раствора можно объяснить тем, что объект строится в конце 50-х, в начале 60-х годов, когда растворы изготавливали в посрочных условиях, не централизованно. Контроля за водоцементным соотношением раствора не было. Реакция жителей на это была неоднозначной. Вот именно со стороны фасада, первого этажа, со второго этажа, вот такой раствор. А с других сторон, значит, более-менее там крепкий. Хотя тоже, хотя, минутку, не спорьте. Совсем что ли? Строитель! Вы где учились-то? Неправду говорить, так не может быть! Уважаемые коллеги, дайте ставить... Дом строили одним цементом, наверное, чеки, потом другой будет. Окончательное заключение будет сделано позже. На встрече говорили о том, что отдельные переселенцы трактуют оказание помощи по-своему. Хочу отметить, что заселившиеся в общежитии строительного техникума по адресу Шевченко 31 ведут некоторые неадекватно. Появляются в нетрезвом виде, где проживают студенты. Ну и, конечно, порча имущества наблюдается. Хочу обратиться, чтобы такие вещи не допускали. Также питанием обеспечиваются только те, кто заселены официально в эти общежития. Остальные, значит, пожалуйста, не приводите родственников. Такие ситуации тоже сегодня были. И друзей. Об этом должны знать. Кто ведет себя неадекватно, будут выселяться без предоставления места. Прийти и забрать свои вещи из аварийного дома жители могут ежедневно с 14 до 16 часов. Представители специальных служб готовы сопровождать чебоксарцев в свои квартиры. А администрация города предоставила автотранспорт для перевозки имущества. Если встает вопрос конкретно, куда везти, нет родственников, нет знакомых, нет друзей. Для временного размещения мы найдем базу, куда вещи сможем ваши отвезти. База водоканала, наше городское предприятие будут находиться под охраной. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика. Большое слово времени.